Сегодня мы должны с вами обсудить наиболее важное достижение кардиологической науки и практики в этом году. Мы будем обсуждать с вами новые рекомендации, которые вышли в этом году, европейские, американские. Но должен обратить ваше внимание, что такого уж большого пиетета перед рекомендациями быть не должно, хотя это важный документ, консенсусный документ. Но вот обратите внимание, доля надежных позиций, надежных выводов, основанных на нескольких рандомизированных клинических исследованиях или их метаанализах, не превышает 10%. Остальные позиции, рекомендации менее надежны, а почти половина из них – это просто мнение экспертов. И в этом плане следует быть осторожным при назначении тех или иных рекомендаций без учета конкретной клинической ситуации. Основной проблемой кардиологии является все-таки атеросклероз и его последствия. Мы сейчас чаще встречаемся с бессимптомными формами в связи с внедрением неинвазивных методов оценки коронарного русла. Но чаще, конечно, кардиологи работают с симптомным атеросклерозом, ну и крайними формами, осложнениями, тяжелыми формами, инфарктами, кардосердечной недостаточностью, жизнеопасными аритмиями. Поскольку факторы риска сердечно-судистых болезней играют важную роль не только в возникновении, но и в прогнозе имеющихся атеросклеротических заболеваний, важно, чтобы кардиологи не просто констатировали их наличие, а активно лечили их даже в тех случаях, когда это касается смежных специальностей эндокринологии, нефрологии. Важным документом являются рекомендации стандарта Американской диабетической ассоциации. И здесь в этом году важные позиции были констатированы, что наряду с метформином, а даже вместо него, целесообразно назначать ингибиторы натрий-глюкозного котранспортера-2, агонисты рецепторов глюкогоноподобного пептида-1, который лучше снижает сердечно-судистые риски, чем другие препараты. И, конечно, следует отказываться от более дешевых и пока еще самых распространенных препаратов сульфанилмочевины. Очень важный документ был опубликован международной группой Каидига у пациентов с диабетом и хронической болезнью почек. И я хочу обратить внимание, что наряду с метформином на первый план выходят ингибиторы натрий-глюкозного транспортера-2 вплоть до расчетной скорости клубочкой фильтрации 30 мл в минуту. Это позволяет снизить скорость прогрессирования хронической болезни почек и уменьшить сердечно-сосудистые риски. Очень интересным препаратом, исследования по которому были закончены в этом году, это фенеринон. Это первый нестероидно-селективный антагонез минералокортикоидных рецепторов, который позволяет замедлить прогрессирование хронической болезни почек. Даже снизить сердечно-сосудистые риски. И переходим мы с вами к обсуждению хронических коронарных синдромов. Вот вам представлено самое обсуждаемое исследование в области ревоскулиризации. Это исследование эскимия, которое показало, что у пациентов со стабильной стенокардией ревоскулиризация не снизила риск сердечно-сосудистых событий и смерти, хотя повысило качество жизни. Метаанализ также подтвердил, что ревоскулиризация не повышает выживаемость у пациентов с хронической коронарной болезнью. И хотя может снизить риск острых коронарных синдромов, но увеличивается и частота переоперационных осложнений, включая инфаркт и миокарда. Несколько исследований было по колхицину. Препарат, который есть на нашем рынке, используется обычно при подагре. Австралийские исследователи показали, что у пациентов с хроническими коронарными синдромами можно снизить сердечно-сосудистые риски. Правда, у пациентов после острых коронарных синдромов результаты исследования оказались противоречивыми. В лечении стабильной стенокардии больших изменений не произошло. Тем не менее, хочу обратить ваше внимание на препарат Некрандил, который, в отличие от нитратов, имеет доказательную базу по снижению рисков сердечно-сосудистых событий и может использоваться при микрососудистой коронарной болезни. Вот один из экспертных документов, который дифференцирует тактику лечения не обструктивной коронарной болезни. Вазоспастическая стенокардия традиционно лечится в первую очередь антагонистами кальция, а вот микрососудистая стенокардия, там, где у нас нет выраженного коронарного атеросклероза, там может использоваться целый спектр препаратов. Ронолазин, кстати, более эффективен, чем триметазидин в контроле ишемии миокарда. Также можно использовать и другие препараты. Острое коронарное синдромы в этом году важный документ опубликован был Европейским обществом кардиологов по ведению пациентов с острым коронарным синдромом без подъема сегмента эст. Вот уточненный алгоритм, то есть, что здесь нового? Ну, подтвердили и усилены позиции алгоритма 0,1 час, то есть тропонин берется исходно при госпитализации пациента, через час повторяется, и если он превышает пороговый уровень, 99-процентный уровень от нормальной величины, у здоровой популяции, то тогда либо высокий уровень, либо прирост используется для диагностики острого ишемического повреждения миокарда. Следует обратить внимание, что это не специфический, тем не менее, показатель повышается при любом повреждении миокарда. Важно доказать, что природа повышения ишемическая. Мы ориентируемся на характеристику боли, на клиническую картину, на данные электрокардиограммы и эхокардиографии. Также был добавлен в алгоритм вариант оценки при необходимости через два часа. И, наконец-то, мы получили схему индивидуализации антитромботического лечения в зависимости от разных ситуаций. И хотел бы обратить внимание, что в связи с тем, что можно сократить период двойной антиагрегантной терапии с использованием более активных антитромботических препаратов, то оптимальным представляется назначение аспирина и тикогрелора или просугрела, если проводилось чрезкожное коронарное вмешательство до трех месяцев, и дальше уже вести на одном антиагреганте, активном антиагреганте. Опять-таки, если риск кровотечения выше, то можно использовать более короткий период двойной антиагрегантной терапии и в качестве второго препарата наряду с аспирином использовать клопидогрел, который оставить после одного-трех месяцев терапии. Если же риск ишемических событий высок и нет выраженного риска кровотечений, то можно использовать более активные препараты, антиагреганты, и двойную антиагрегантную терапию продолжать до года и даже более. При необходимости двойную антиагрегантную терапию можно продолжать и дольше. В этом случае мы можем предупредить больше инфарктов миокарда, но возрастает риск кровотечения, и это нужно взвешивать риски за, против у каждого пациента. В случаях, когда при остром коронарном синдроме без подъема СТ проведено стентирование или планируется стентирование, выглядит предпочтительнее тегагрелора, и он незаслуженно, редко используется в нашей практике. Сердечная недостаточность всегда доставляла нам массу проблем, и у нас возможности ведения этого заболевания ограничены. Хочу отметить, что COVID-19 инфекция коронавирусная достаточно часто вызывает воспаление миокарда, в то же время повышение тропонина реже. Поэтому надо учитывать, что если уже имеется заболевание миокарда, то инфекция коронавирусная может усугубить, вызвать обострение. Большим достижением в ведении пациентов с сердечной недостаточностью, со сниженной фракцией выброса, явилось использование ингибиторов натриоглюкозного транспортера-2. Причем эти препараты оказались эффективны даже независимо от наличия диабета, и могут включаться в схемы ведения при отсутствии существенного эффекта традиционного лечения. Вот здесь вы видите результаты исследования, которые показали снижение частотой компенсации у пациентов без диабета. На подходе у нас ряд препаратов, которые позволят нам лучше вести сердечную недостаточность. Например, активатор сердечного миозина. Исследования, по которому только что были опубликованы. Растворимый стимулятор гонициклазы также снижает частоту госпитализации сердечной недостаточности. Мы ожидаем в следующем году появления этого препарата в нашем арсенале. Только что вышли рекомендации по гипертрофической кардиомиопатии. Это самая частая кардиомиопатия в практике кардиологов. И здесь я обращаю внимание на новый алгоритм. Это американские рекомендации отбора пациентов для имплантируемых кардиовертер-дефибриллятора, куда относятся наличие внезапной смерти в семье, гипертрофия левого желудочка, превышающая 30 мм в любом отделе, необъяснимый обморок, наличие опекальной аневризмы и фракцию выбора солевого желудочка меньше 50%. Были опубликованы в Лэнсити исследования по мавакамтену, препарату, который ингибирует миозин и может улучшить течение сердечной недостаточности у пациентов с гипертрофической кардиомиопатией. Остается и даже стала более актуальной проблема венозных тромбозов и легочных эмболий, поскольку выяснилось, что у пациентов с COVID-19 частота тромбозов глубоких вен и легочной эмболии существенно выше, чем ожидаемая, особенно у тех пациентов, которые госпитализированы в палаты интенсивной терапии. Другой проблемой повышенного риска венозных тромбоэмболий являются онкологические пациенты, которые нередко попадают в поле зрения кардиологов, до недавнего времени у нас было рекомендовано два только препарата прямых оральных антикоагулянтов, но в этом году было завершено исследование Караваджи, которое показало, что апексабан не уступает классическому сравнительному препарату дольтепарин, это низкомолекулярный гепарин. И очень важная позиция, он по частоте кровотечений был сопоставим с низкомолекулярным гепарином, что очень важно, поскольку и адоксабан, и ривороксабан показали повышенный риск кровотечений, особенно желудочно-кишечных, мочеполового тракта. И это неудивительно, поскольку многие исследования свидетельствуют о том, что апексабан все-таки имеет при сопоставимой противотромботической активности более низкий риск кровотечения. Не случайно этот препарат является ведущим среди других препаратов на мировом рынке. Ну и спасибо вам за внимание. Спасибо. Спасибо. Спасибо.